Всем привет! Сегодня я в лесу. Зимой, как вы видите, жгу костер. У меня с собой есть несколько маломощных радиостанций. Я с помощью них буду связываться на 80-метровом диапазоне. В 40-45 километрах от меня находится еще один радиолюбитель, тоже в полевых условиях. У него тоже есть с собой переносная радиостанция на 80-метровый диапазон. Как вы наверно уже обратили внимание, у меня есть с собой радиостанция Carat-M, но кроме нее еще много разных других. Есть VX-1210, начну я именно с нее. Антенны у меня сейчас можно сказать две. Одна антенна это траповый диполь на 40 и 80 метров, который я буду сегодня только на 80 метров использовать. И еще просто кусок провода 10 метров, он вот так вот растянут от меня отсюда на ближайшее дерево. Не на это конечно же, а чуть подальше. И противовес от радиостанции Carat 12-метровый, сзади от меня по снегу в противоположную сторону тоже растянут. Я буду переключать эти антенны. Диполь на 80 метровый диапазон, траповый, но трапы не будут использоваться, не будет использоваться он как 40 метрового диапазона антенны. И вот эта вот проволочка, которую с помощью тюнера я тоже буду настраивать. Погода сегодня хорошая, зимняя, ветра совсем нет, осадков никаких нет, температура минус 7-8 градусов, к вечеру обещают похолодание. Но около костра вообще тепло, хорошо, так что можно тут находиться достаточно долго. Радиостанция VX 1210 в рюкзачке в штатном чехле конечно же самое универсальное. И мощность 20 ватт, не то что 1 ватт у Carat, и тюнер встроенный, и аккумулятор встроенный, все очень удобно. Я думаю с что-то я точно свяжусь, начну с нее и с антенны Диполь 80 метрового диапазона. Да, тоже тебя отлично слышу, вообще прекрасно. Как у тебя там обстановка? Костер есть, прием? Да, да, костерчик этот разжег, сейчас он тяжелый, греющий человек, упомил маленькую цистерну. Ну так, нет, много, кстати, здесь накал шел. Места мне довольно-таки сложно было проходить, прием. Да, да, понял тебя. Ну у тебя сейчас что, Carat, да, прием? Да, у меня Carat сейчас 1 ватт на выходе, и антена не были полноразвернуты. Вместо на высоте 7 метров, наверное, от земли, прием. Да, у меня, наверное, даже чуть повыше, ну может тоже примерно так же, антенна развешана. Давай сейчас я с проволоки с 10-метровой попробую тебя вызвать, прием. Давай, давай. С полноразмерной антенны связь прекрасная. Да, да, на приеме. Антенна, проволочка 10 метров, как меня слышно, прием. Я понял, понял, то же самое VX 12 10 20 ватт. Я тебя примерно на слух также принимаю прием. Да, понял тебя, спасибо. Ну тогда что, будь на приеме, чуть попозже с другой станции вызову. Да, давай, я на прием. С антенны провода 10-метрового, настроенного тюнером встроенным VX 12 10 и противовеса, слышно меня немножко похуже, но я принимаю так же. Практически разницы никакой нет. Следующая радиостанция Karat-M. На нее временно установлена стеклодекстолитовая пластина с разъемом для подключения антенны с коаксиальным кабелем. Запитка от литий-эфермо-фосфатной батареи 10 ампер-часов. ТЖК, ТЖК, ТЛБ, ТЖК, ТЛБ. Микрофон ДЭМШ, тангента доработана. Как меня принимаешь, радиостанция Karat, прием. Прием, отлично тебя, модуляция хорошая, звонкая такая, высокочастотная, разборчивая. Отлично принимаю, прием. Следующая радиостанция Karat-2, тоже на антенну Dippel. Настройка антенны. Карат-2, как меня принимаешь с этой радиостанции, прием. Принимаю, хорошо сейчас, какая антенна тебя, прием. Антенна Dippel, Dippel, прием. Принято, громко, принимаю, хорошо, в общем, кто-то сбоку есть, мешается немножко, но ты, Галыч, проходишь, прием. Да, понял тебя, слышу тебя вообще отлично, на отлично слышу, прием. Аналогично, тебя тоже отлично принимаю. РА-3 ТЛБ, РА-3 ТЛБ, у А3 Ульяна Сапля, Сергей Алексей, добрый день. 5-6 ПС метров, УВЧ выключен, на данный момент принимаю. Вот, помеха у меня моя исчезла, вот появилась какая-то другая трещотка на приеме. Да, принято, Александр, приветствую, очень громко слышу. У меня даже ручки усиления в карате не хватает, чтобы вас слышать без перегрузки. До минимума поставил, все равно слышно очень громко. У меня тут такая регулировка в карате, не до нуля убавляет. Все принято, радиостанция карат, антенна диполь, я так понял, в данный момент полноразмерный прием. Траповый, траповый диполь 4080, прием. Принято, траповый диполь 4080, но у меня без изменений, все как обычно на приеме. С диполя прекрасно слышно, попробую с антенной луч связаться, который тоже у меня с разъемом PL, поэтому буду подключать в ту же самую переходную панельку. Так, радиостанция КОРАТ 2, КОРАТ 2, антенна луч 10 метров и противовес. Настраивается, прекрасно, прием. да я понял понял тебя ну радар тебя вот не прикрывает я тебя прекрасно слышу под ним прием радиостанция карат 2 у меня была со встроенным источником питания вот и ft817 тоже будет со встроенным источником питания литий-ионная батарейка винткам по которой я как-то вам уже рассказывал антенна диполь трапа и все тот же микрофон да понял понял тебя понял я тебя вообще прекрасно слышу разница огромная да как меня интересно а3 у цс слышит нету а3 у цс ратрит лб еще у меня с собой есть китайский трансивер g90 тоже с него попробую сейчас связаться питается от того же самого 10 амперного литий-фермофосфатного аккумулятора от которого я запитывал сегодня карат м как меня слышно китайское радио g90 прием да тоже тебя хорошо слышу антенна диполь мощность 5 ватт это еще не полная мощность прием платри у цс ратрит лб сейчас другой радиостанции 5 ватт тоже китайская радиостанция g90 прием с резонансной антенны диполь слышно прекрасно всех а сейчас попробую подключу проволоку ведь в этом трансивере g90 есть встроенный тюнер интересно как он будет работать справится ли он сможет ли он настроить такую антенну короткую на 80 метровом диапазоне тежеку тежеку талбы тежеку талбы в их 1210 как слышно даже лучше чем дэмш на карате все принято принято ты сейчас карата до прием вот и снова я перешел в их 1210 все-таки радиостанции предназначены для работы из полей мне сейчас удобней интересно было связаться на радиостанции карат очень простые очень маломощный 1 ватт всего и с моей стороны и на удалении 40 45 км от меня тоже была радиостанция карат мы прекрасно друг друга слышали на полноразмерной антенны а на антенну типа проволочка меня слышно было гораздо хуже но сразу связь состоялась в лесу зимой в безветренную погоду достаточно комфортно я сегодня перчатки варежки никакие даже еще не надевал мне и так хорошо тем более около костра можно сказать совсем тепло даже побуду здесь еще какое-то время послушаю что есть в эфире может быть с кем-то свяжусь а мое видео о том как я сегодня связывался с маломощных кирпи радиостанции на ближние расстояния на 80 метровом диапазоне закончена спасибо что смотрели это видео работайте в эфире используйте разные радиостанции смотрите мои видео подписывайтесь на канал на группу вконтакте в фейсбук еще у меня есть канал на яндекс дзен здесь был алексей игонин всем пока